В Дмитрове состоялся седьмой медицинский форум. В его работе приняли участие министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, главы и представители общественных палат трех городских округов – Дмитрова, Талдова и Сергия Опасада. Форум – это возможность одни проблемы решить оперативно, другие – взять на перспективу. Когда у человека идет такой прямой запрос, даже пусть он эмоциональный, лучше, если главный врач, я или, неважно, тот специалист, и сможет ему это объяснить, чтобы в следующий раз он этот вопрос не копил в себе негатив, так скажем, например, понял, что я пыталась сегодня донести, что, например, к эндокринологу записаться без терапевта нельзя. Поэтому, когда человек сидит и пытается записаться, видит, что на портале нет этой записи, эндокринолог в поликлинике его не записывает без терапевта, он сидит дома, копит в себе негатив, вместо того, чтобы просто пойти записаться к терапевту, получить направление и получить медицинскую помощь уже эндокринолога. Поэтому все нужно разъяснять, очень много вопросов, которые действительно, я думаю, что если житель будет знать на них ответ, то гораздо больше и лучше будет отношение к нашим медикам и медицинским работникам, системе здравоохранения в целом. Говорили о проблемах местного здравоохранения, о том, какие вопросы возникают в округах в части медицинского обслуживания и оказания медицинских услуг в целом. В отличие, может быть, от других районов, у нас как раз проведены прекрасные ремонты. У нас и поликлиника великолепная, и полностью отремонтирована наша районная больница. Но хотелось бы, чтобы и такие вспомогательные службы, как, например, морг, как судебно-медицинская экспертиза, тоже получили достойные ремонты. Потому что это тоже очень тяжелые эмоциональные такие вот точки. Председатель общественной палаты Мария Идайна озвучила сразу несколько вопросов, которые сегодня интересуют жители нашего округа. Это и замена рентгеноборудования, необходимость нового автобуса для передвижного фельдшерского пункта и свое новое помещение детской поликлиники, поликлиники на Беронской улице и в микрорайоне «Звездочка». А вот переход нашей районной больницы в привычный режим работы пока не рассматривают. Мы сейчас, конечно, снизились, хорошо снижаемся по выявляемости заболеваний, по госпитализации мы снижаемся. Но сейчас прогнозируется период очередной волны. Я не знаю, сколько мы таких волн еще переживем. Раньше говорили, что 2021 год целиком нас будет волновать. Сейчас уже поговаривают, что ученые, что и 2022 год мы тоже будем волноваться периодами. Естественно, единственное спасение вакцинации, я не могу не удержаться и об этом здесь сказать, потому что сейчас мы действительно снижаемся только потому, что у нас за летний период, июль, июнь, июль, сейчас уже, конечно, не так, мы смогли все-таки мобилизовать и убедить часть жителей, если здесь есть люди, которые вакцинировались, я от себя лично и от всего правительства Московской области хочу поблагодарить за то, что вы ответственно подошли к этому вопросу, потому что если этого не сделать, то наши волны будут нас качать бесконечно долго. На форуме еще раз прозвучало решение по строительству новой больницы в Ходькове. У наших жителей, у Ходьковчан, у всех наших жителей действительно появились крылья, когда услышали, что все-таки в этом году, да, мы начинаем строительство Ходьковской новой поликлиники. Это, поверьте на слово, это для нас, ну, очень значимо, это очень здорово, мы действительно это очень ждем. Подобный форум и то, что эти форумы проходят именно по вопросам здравоохранения в ковид, это не просто так, потому что ковид касается каждого, даже того, кто не заболел, но потенциально мы все под угрозой. Поэтому вакцинация, но при этом очень важно держать на контроле ситуацию в больницах. Качественная медицинская помощь, своевременное наличие врачей, очереди в поликлиниках, это все как раз в рамках общественного контроля делает общественная палата. Вопросы министру здравоохранения Московской области, а также главным врачам трех округов, Дмитровского, Сергея Опасадского и Талдомского, можно было задать не только прямо из зала, но и через интернет-трансляцию. Работа медицинского форума транслировалась через Zoom-конференцию и на YouTube-канале. Ирина Белякова, Илья Халяпин. Тема.